Леопард и пантера – разные названия одного и того же животного, только вот пантерами называют леопардов с редкой черной окраской. Еще черных пантер называют призраками леса. Они обладают великолепным слухом, невероятно острым зрением и сильными, развитыми челюстями. Это умные животные, умеющие нападать незаметно, а благодаря темной шерсти они легко прячутся и преследуют свою добычу, особенно ночью. На самом деле у черной пантеры тоже есть так называемые розетки или пятна, но их сложно увидеть из-за того, что шерсть темного цвета. Черная пантера, в отличие от своих сородичей, кошек, любят плавать и не боятся воды. Большинство черных пантер отличаются агрессивным поведением, что в сочетании с их превосходно развитой мускулатурой, делает их чрезвычайно опасными хищниками. Настигнув свою жертву, черная пантера старается съесть как можно больше мяса, а после плотной трапезы она несколько дней отдыхает, ожидая пока пища в их желудке полностью переварится. Черные пантеры обладают уникальной способностью изменять свой запах, что позволяет им обманывать свои жертвы, которые сами идут к ним в лапы, привлеченные запахом, который принимают за запах сородичей. Черный цвет появляется у пантеры из-за явления меланизма, такая окраска обусловлена генетическими особенностями конкретной особи, но в природе встречается она редко. Черные пантеры обитают по широкому географическому ареалу, много их живет на африканском континенте, особенно в горах Эфиопии и Кении. Так как черная пантера является опасным хищником, когда она голодна, то запросто может напасть на любую близлежащую дичь и в том числе человека. На охоту она всегда выходит ночью, в темное время суток, благодаря своему окрасу, она становится практически невидимой. Срок жизни пантеры может достигать до 12 лет, хотя были случаи, когда она доживала и до 20. Прекрасно лазает по деревьям, скалам и чувствует там себя не менее свободно, чем о земле. Реакция, мгновенная, нападение молниеносное, страха она не знает. Спят черные пантеры на деревьях, растянувши на ветках и свесив лапы вниз. Туда же она и затаскивает свою добычу, чтобы она не досталась другим хищникам. Глаза черной пантеры поглощают много света, благодаря чему они видят в 6-7 раз лучше, чем человек. После родов новоиспеченная мама до того поглощена уходом за слепым, глухим и совершенно беспомощным потомством, что почти не покидает его 8-10 дней, не ест, не пьет, а только кормит, облизывает, греет. В это время она не пожалеет жизни за своих малышей и незавидно учесть неосторожно приблизившихся к логову животных или человека. Даже папу малышей гонит прочь, пока котята не прозреют. В это время отец семейства живет неподалеку и иногда приносит самке поесть, а когда она, изнемогая от жажды, начинает бегать к источнику, он бдительно охраняет логово с малышами. Индейцы Северной и Южной Америки наделяли ягуара, особенно черного, великой магической силой. Ягуар умеет лазить по деревьям и скалам, бегать и плавать даже лучше, чем тигр. Из-за этой способности превосходно действовать в различных средах. Он стал для латиноамериканских индейцев символом безграничной и неизмеримой силы, символом власти над всеми сферами бытия. Обитавшие в бассейне амазонки индейцы Тукана считали рев ягуара раскатами грома. Черная пантера была божеством тьмы. Она вызывала затмение, проглатывая солнце. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова